На четвертом этаже сработала комната 406-408. Да, да. Я сейчас общаюсь. Что? Да, сейчас я звоню ДПТ, вызываю. И вы сюда для практики, да, машину. Стас Ильич. Привет, привет. Не-не-не, туда, в пайет. Сюда-сюда, вот в это окно открывайте его и туда ствол выставляйте. Сограна и опасность. Просьба работникам и посетителям покинуть помещение согласно плану эвакуации. Обойдите на ранее с первой стороны. Проступает много звонков для необходимых при помощи авторитета. Не ждите спасения людей, как поездки. По пожару эвакуировано 15 человек. И по спецтехнике и ручным пожарным лестницам эвакуировано 4 человека, как поняли. Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Дмитрий Сергеевна Дударенко, заведующий общежитие. Общежитие как там ваше называется? Общежитие пока без названия. Называется общежитие УП Монолит по адресу Чикалова 3521. Телефон, который необходимо звонить при пожаре, в бразднике другой черешной ситуации? 101. Скажите, сколько у вас персонала? Всего в общежитии 11 человек персонала. Но ежедневно находится круглосуточно один человек в актере, в дневное время три человека, заведующий костылянша и актера. Как вы учатся свои параметры? Ну, первичный инструктаж, они проходят переустройство на работу в отделе, там специалист по охране труда, а я при приеме здесь на работу провожу тоже первичный инструктаж, рассказываю их, значит, в охране их труда и меры противопожарной безопасности. Рассказываю, как в случае экстренной ситуации они должны пользоваться, уметь пользоваться огнетушителем, пожарным рукавом и их действия в случае аварийной ситуации, то есть пожар, пожар, и как они должны действовать. Скажите, пожалуйста, первичный инструктаж и провели последствия? Последствия проверяю через три месяца. Каждый три месяца? Да, каждый три месяца, своих сотрудников я каждый три месяца. Это у вас чем основала? У нас есть инструкция такая, разработанная в Монолите. Скажите, как это? Например, жильцов, я инструкцию при приеме, вот заселяются они, я им провожу тоже в такой же ситуации, говорю о том, что, ну, это запрещено у нас курить, пишите, при уходе на работу, на работу они не должны включать, оставляются включенными электроприборами. И я рассказываю вам, что в случае экстренной ситуации у нас есть планы экстренной ситуации, рассказываю, куда они должны в случае чего элакуироваться. Именно рассказывают, все люди, которые живут в маленьких номерах, там 203, ну, и 204, там, 201, то есть за белой дверью по всем этажам, они идут по аварийной лестнице, а все, которые в больших номерах, там, 402, ой, 404, 6, 8, 9, и также по всем этажам, они идут по центральной лестнице в случае возникновения по залу. Скажите, пожалуйста, только при заселении вы их инструктируете или еще? Я их инструктирую при заселении, потому что они у нас, как правило, по 15, ну, 15 суток они работают, потом уезжают, в автовый метод. И вот, как они заселяются, я их инструктирую. Скажите, что у вас есть в общежитии для обнаружения пожара? Какие системы позволяют? Ну, для обнаружения пожара у нас в общежитии оборудована автоматической пожарной сигнализацией, которая в случае задумления срабатывает. Здесь тогда тревожная кнопка загорается, покажем, какой шлейф идет. Согласно этому, находится наш, ну, вактер, находит, где это, что случается, бежит, смотрит, что там такое. Бывает ложная тревога. А если это действительно так, значит, она сообщает в службу пожарной сигнализации в 101, что у нас нет пожара, ну, не сообщает. Смотрите, вот это для чего? Это громкая связь. Если вдруг, например, не срабатывает, что-то я могу по громкой связи, по всему общежитию обновить, что он включен на центральный пульт, у них там сразу срабатывает, они знают, они нам звонят, и мы им звоним, что у нас, если это просто ложная, там такое, то мы сообщаем, что это у нас просто ложная тревога. Если действительно, значит, мы им звоним, и они тоже нам звонят, и мы подтверждаем, что, да, действительно, у нас настоящий пожар. То есть, пожалуйста, есть средство тушения пожара, что у нас есть? Если есть тушение пожара, у нас есть огнетушители и пожарные краны, оборудование рукавового, со свободой. Когда получили ухажение огнетушителей? При заселении, это вообще жители, но в апреле мы заселились, и они вот огнетушители, я посмотрю, на этих самых сроках, они заправлены в первом квартале 13-го года. Когда дата следующей перезарядки? Ну, если мы их не используем, то через 5 лет. Если используем, значит, после того, как используем, нужно все время, мы будем отвезти и зарядить. У нас углекислотные. Пожарные краны. Так часто их не принимают. Ну, раз, и в поле надо проверять. Ну, зажимаю его. Как положено дуть. Вот. Потом, ну, вытягиваю... Вот, все, я эту вытягиваю. Асфальт установить и нажимать только, не держать, если, ну, направленное... Скорее всего, что им тушить можно, этим огнетушителем? Все абсолютно. И проводку можно тушить так же, как мы. Саду же пенные убрали, порошковые есть, углекислотные. Это у нас все углекислотные. У вас все углекислотные, да? Ясно. У нас убширитель. Ясно. Почему, скажите, надо держаться именно за пластиковую часть? Ну, потому что слишком высокая температура, холода, там смешивается. Теплый воздух, холодный, и получается, вот, холодная температура. Обожжешь руки, будет. Ясно. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Тушите, тушите, не бойтесь. Сильнее, не бойся. Прекрасно.